Ремонт по большей части косметический. Красят стены, где-то кладут плитку. Работа реализуется в рамках проекта «Под крышей заботы». Сейчас в приоритете медицинский блок. Много лет назад, до того, как попечительский совет занялся благоустройством дома ребенка, в этом блоке находилась детская группа, и ее было решено перепрофилировать в изолятор. Был сделан капитальный ремонт, отремонтирован потолок, пол, поставлены перегородки, которые разделяют комнаты. За время эксплуатации, естественно, пришло что-то в негодность. Ну, в частности, да, здесь вот, там, где батареи, за ними находится штукатурка, которая уже требовалась серьезного ремонта. Там мы прошли помещения, которые потолки все-таки не натяжные, не пластика, а также шпаклеванные, крашеные, которые требовали вмешательства. Это так называемая карантинная зона, где первое время находятся дети. Там малышей проверяют на наличие заболеваний и лечат при необходимости. Поэтому директор дома ребенка следит, чтобы ремонт, пусть и косметический, соответствовал стандартам качества. Ремонт этого отделения и блока для нас был очень и очень важен. Сейчас мы соответствуем всем нормам, правилам, готовы принимать детей. И буквально вчера к нам поступило двое детей. Условия, вы видели сами, для малышей замечательные. И будем стараться, чтобы малыши быстрее ушли в семью. Акция «Под крышей заботы» проходит под эгидой Минстроя России. В ее задачи входит улучшение жизни воспитанников детских домов и школ-интернатов. Полина Болотова, Алина Сири, Анна Мусатова. Область новостей.